Давайте глянем крутую историю из ММО игр, про смешные и забавные моменты из WoW, EVE Online, Guild Wars и другие. Не ждали? А они пришли. Новые истории из ММО. Завтра или послезавтра выйдет новое видео по курьезным случаям в игровой индустрии, кстати. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь, извините, в колокольчик. Бля, чат, вы заебали, вы хули сдохли, а? Чё с чатом? Почему вы не пишете? Вы чё, сдохли? Реально, вонять сейчас начнёт. Если хотите новой истории мгновенно, то наберите 45 тысяч лайков, я знаю, вы это прекрасно можете. Всего за один клик вы получаете много зелда, большое количество просмотров, лайк и конс. Присылать свои с... у вас нет, просто зак... начинай, блей хоть фигур, оставь, если что пассы, то троллтон, шпы, начинаем. Парень в красной футболке, World of Warcraft. На фоне последних событий вокруг Blizzard кажется, что компания всё меньше понимает свою аудиторию. Это правда. Блядь, пиздец, их засрали, да, когда они услышат? Твою аудиторию. Но много лет назад Blizzard активно сотрудничала с комьюнити. И однажды смогла превратить обычного фаната World of Warcraft в культовую личность, которую ожидают на каждом BlizzCon, собственной конференции студии. Всё началось в 2010 году, когда на конференции разработчики отвечали на вопросы фанатов. Всё шло по классическому сценарию, пока к микрофону не подошёл парень в красной футболке. Полноватый скромный паренёк стеснительно поздоровался и задал такой вопрос, который поставил самих разработчиков в тупик. Ха-ха-ха! Ну, понимаешь, там это Совет Молотов один. Но на самом деле был один Титан, который видел другой Совет Молотов, обитающий в призрачном мире. И... Да иди ты нахуй, в принципе, хватит с тебя. Следующий. Разве Фолстад не умер? Ну, от этого, дракона, блин. Нет, он оживлён и подтверждает это, то, что он рулил гномами за облачного пика. Ещё с ванилой до Волота. А, ну да, ну да, Ютки. А, вот именно, Алексей, чё за... Парень в красной... А ты знаешь, что Госдума легализовала свастику? Легализовала свастику Госдума? Это где ты такой мой маленький паренёчек? Такие заголовки-то прочитал. Легализовала... Легализовала свастику! Как звучит-то? Легализовала свастику! На самом деле перестала карать людей за использование свастики в художественных и прочих вещах, которые никак и никоим образом не связаны с пропагандой нацизма и прочей хуйнёй. А, легализовала свастику! А-а-а-а! М-м-м, вот оно как! Понятно! Ты с канала Камиказа, шуль, блядь, пришёл сюда? В красной футболке буквально опрокинул масситых разработчиков и сценаристов знаний истории их же игры, что, конечно, стало поводом для кучи шуток в интернете. Люди смеялись с того, что какой-то парень знает игру Blizzard лучше, чем сама Blizzard, и поражались тому, что он заметил такие, можно сказать, мелочи, на которые многие не обратили бы внимания, а также всерьёз потребовали, чтобы парня взяли сценаристом в компанию. Blizzard могла, конечно, виновата опускать глаза и оправдываться, но очень красиво вывернулась. Фолста до Громового Молота действительно вернули в игру после конференции, и вдобавок рядышком с ним поставили Гнома в красной рубахе, которого прямолинейно назвали знатоком истории Громового Молота. Стоит ли пояснять, что этот Гном был отсылкой к парню в красной футболке? Благодаря своим знаниям, обычный фанат Вов получил своего персонажа в игре. Это было очень забавно и потрясающе. Но на этом история не закончилась. Парень в красной футболке появился и в 2001... Ха-ха-ха-ха! Опять парень в красной футболке, мать твою! ...в этом году всё на то... Когда вы уже убьёте его? На что мы выделяем бюджеты? Может быть, будем лучше выделять бюджеты на сценаристов? У нас не лор, а какая-то хуйня. Завалите, ебало, его тоже внесите в расстрельный список! И накиньте киллеру ещё две зарплаты хороших сценаристов сверху! Убить всех, кто замечает наши ошибки! В той же встрече вопросы и ответы, попав самым первым к микрофону. Разработчики, едва выйдя на сцену, прервали приветственную речь и указали на парня, воскликнув «Да это же он!». А Крис Медсен, создатель игрового лора для всех основных игр Blizzard, спустился со сцены и подружески обнял парня. В этот раз парень в красном не стал уничтожать разработчиков своими знаниями, но задал вопрос по поводу возможного расширения игрового мира и добавления новых локаций, получив очень информативный и интересный ответ. С этого момента парень появлялся фактически на каждой конференции BlizzCon, где его встречали бурными овациями и шутками со стороны разработчиков, чего не смог добиться ни один фанат Blizzard. А он до сих пор появляется? Парень в красной футболке стал своего рода талисманом и маскотом выставки. На форумах Blizzard одной из самых обсуждаемых тем постоянно становился вопрос о появлении парня в красной футболке. Кстати говоря, будь я Blizzard, я сейчас не шучу, я бы спокойно выделил одно рабочее место на этого парня. Для Blizzard это вообще хуйня создать новое рабочее место и выделить ему зарплату. А он без шуток мог бы реально помогать с лором, его правками и изучением. Вот всякой такой хуйни. Есть чуваку это реально настолько интересно, и он посвящает этому годы. То есть для Blizzard это правда копейка в море, и она бы помогла сделать игру лучше. То есть это не просто, знаете, бабки на ветер. Это бабки на человека, который может сделать игру более грамотной с точки зрения лора. А поскольку у Вови огромное количество лор-рочеров, это реально было бы только плюсом компании. Плюс компания бы получила огромную лояльность, если бы наняли его. Потому что узнали бы, что фанат игры, блядь, который знает лор, попал в компанию. Его можно было вообще сделать комьюнити-менеджером и посовместительствовать человеком, который лор как-то вот, ну, вы поняли там. Это было бы очень хорошо, это было бы дохуища плюсов. И компания, ну я не понимаю, почему не наняли. Это очень грамотный ход. Грамотный ход со всех сторон. Близзард гигантская компания с огромным количеством денег и, господи, нанять одного чувака для них вообще хуйня. Некоторые его ждали даже больше, чем громких анонсов. К сожалению, в 2017-м парень в красном не смог задать свой вопрос, потому что его не кредитовали. А в 2018-м он хоть и присутствовал, но почему-то не выступал. Наверное, поэтому на прошедшем Близзкон было так мало интересного. Надеюсь, он появится с помпой в следующем году и восстановит традиции. Не сгораем. Но он как-то странно аплодировал, как будто у него какие-то проблемы со здоровьем. Ну, или что-то такое. Может быть, они ухудшаются, и поэтому он не стал задавать вопрос. ММО. Гилд Ворс. Иногда такие страшные вещи, как сгоревший дом, могут положить начало великолепным историям. В Великой Отечественной войне этого сейчас скажут. Например, именно благодаря сгоревшему дому, геймдизайнеру Уилу Райту пришла идея... Пришла идея развестись с женой. Потому что быть женатым на мертвой жене, глупо, блядь. И о создании игры, где вы можете строить дома, обставлять их, как вам хочется... И сжигать их, блядь, вместе с семьей. И проживать в них жизнь. Эта игра потом назвалась Sims и стала одной из самых успешных игровых серий в мире. А другой случай произошел в 2017 году. У американки Лоры Хансакин прямо за неделю до Рождества загорелся дом из-за неисправной электросушилки. В этот момент ее самой не было дома, но пожар уничтожил абсолютно все вещи и забрал жизнь двух собак. От дома остались лишь обугленные стены и куча золы. Горю Лоры не было предела, она в одночасье перед самым добрым праздником в мире потеряла фактически все. Придя в один день на пепелище, Лора даже не думала, что сможет что-то там найти. Но к дикому удивлению, под кучей сгоревших вещей она нашла коллекционное издание игры Guild Wars Nightfalls. Поразительно было то, что коробка игры не только выжила при пожаре, но и то, что она совершенно не была тронута огнем. На фоне полностью уничтоженного дома это казалось каким-то чудом. Лора даже засняла видео, где поражалась огнестойкостью коллекционного издания и поделилась им в твиттере. Разработчики Guild Wars из Arena.net заметили твит и связались с Лорой, чтобы якобы выслать ей сувенирную футболку в знак поддержки. Лоре были приятны такие знаки внимания, но она не знала, что... Лучше бы построили Лоре новый дом, блядь, из футболок их не построишь. Что произойдет дальше? Внезапно на кронфендинговую платформу, через которую Лора собирала деньги на восстановление дома, пришла недостающая сумма в размере 3600 долларов. А вскоре пришла и обещанная посылка. Но коробка была слишком большой для одной футболки, и там действительно лежала не только она. Но еще и полная коллекция игр Guild Wars с автографами авторов и куча других фирменных сувениров. Лора была поражена такой поддержкой разработчиков как финансовым, так... Очень круто. Спасибо большое, Пурлойн, за 27 месяцев. Глобе всеми любви и хорошего вечера. Благодарю. Красавчики, красавчики, ребята из Guild Wars очень круто сделали. ...в моральном плане и заявила, что простых благодарностей будет недостаточно, но это все, что у нее есть. Вот после таких историй хочется все больше гордиться разработчиками. Котострофы, Elite Dangerous. Существует на просторах Elite специальная группа игроков FUIL Reds, занимающаяся тем, что прилетает в отдаленные участки галактики и спасает обеспеченных пилотов, у которых закончилось топливо на корабле. Организация довольно популярна в игре и пользуется уважением и любовью игроков, так как вытаскивала многих из безвыходных ситуаций и спасала дорогие корабли и бесценные данные. Но относительно недавно один пилот пострадал от действий топливных крыс. Запросив помощи организации, он ждал в отдаленном участке космоса, когда его спасут. Совсем скоро корабль спасения уже приближался к игроку с заветным топливом, но чем ближе подлетал корабль, тем быстрее он набирал скорость. В итоге корабль FUIL Reds столкнулся с кораблем игрока и уничтожил его. Игрок тогда пребывал в полнейшем шоке. Он потерял и корабль, и ресурсы, и данные, из-за чего разозлился, удалился из чата и из друзей FUIL Reds. Но если бы он чуть-чуть потерпел, он бы понял, почему спасатели с ним так поступили. Дело в том, что у протаранившего корабль пилота из топливных крыс не было намерений вредить игроку. Наоборот, он хотел поделиться с ним топливом. Но в последний момент, будучи уже на подлёте, на клавиатуру спасателя прыгнул котик, активировав при этом ускорение корабля, из-за чего и произошел инцидент. Спасатели хотели извиниться перед игроком и объяснить ситуацию, но тот уже... Блять, крыс, топливных крыс подставил кот, блять. Вы вообще понимаете? Просто коты, коты, блять, ведут войну на совсем другом уровне. Топливных крыс подставил кот, блять. Уже удалился из всех чатов и исчез. Именно поэтому FUIL Reds затрубили в интернете об этом событии, предложили компенсацию игроку за потерянный корабль, и пообещали больше не подпускать четырёхлапого второго пилота к штурвалу корабля. Ещё один пример того, что коты что-то знают и что они пушистые сволочи. Китайский античит, IF Online. Головная боль любой многопользовательской игры – это читеры. Они ломают игру, портят наслаждение от процесса другим игрокам и вносят жёсткий дисбаланс, заставляющий пользователей либо уходить из проекта, либо примыкать к числу читеров. Борьба с нечестными индивидами порой превращается в настоящие крестовые походы, в которых жертвами могут становиться и честные игроки. Но иногда разработчики идут на оригинальные меры наказания, как совсем недавно произошло в IF Online. В безопасной системе Юлая, где орудует знакомая для моих зрителей полиция Конкорд, где нет возможности сражаться друг против друга и куда не могут залететь огромные корабли, внезапно появился этот самый огромный корабль, причём с пометкой «подозреваемый», означающую, что этот корабль можно атаковать, не опасаясь гнева полиции. Игроки, конечно, этим и занялись, хищно кучкуясь вокруг корабля и разнося его на части. Каждый мог рвать выпавшие ресурсы, если был удачлив и быстр. Потом в системе появился ещё один корабль, потом ещё один. Игроки не могли поверить, что такое случается, и не понимали, как это происходит. А на самом деле разработчики объединились с игроками и провели античитерскую акцию. Они вычисляли ботоводов, и прежде чем их забанить, изымали их корабли и отправляли на растерзание игрокам. Это знаете, чем охуенно? Тем, что ботоводы и так далее, они сначала испытывали бешенство, раздражение, грусть, печаль из-за того, что теряли нажитое нечестным путём, не понимая, что происходит. А после этого ещё и банили. То есть они получали двойную порцию плохого настроения. Первое, это вот за события с их разъёбом, а второе за бан аккаунта. Это очень круто. И что самое позорное, это всё транслировалось в прямом эфире. Все добропорядочные граждане оказались в выигрыше. Читеры унижены, разработчики удовлетворены, игроки спускают праведный гнев. А вот для китайских серверов разработчики придумали систему ещё более жёсткую. Один из датамайнеров нашёл внутренние диалоги в EF Online для китайского региона, где говорится, что игрок может быть освобождён после какого-то срока. Это привело к мысли, что в китайском сегменте Евы появятся виртуальные тюрьмы, где читеров будут наказывать тем, что они, мотая срок, вынуждены будут добывать определённый ресурс, который нигде в игре не используется, то есть они будут заниматься бессмысленным трудом. Жёсткое наказание, не правда ли? И это похоже на правду. Потому что подобное измывательство уже практиковалось в Китае, только с настоящими заключёнными из нашего мира. Китайских преступников заставляли садиться за компьютеры и играть в ВОП по 12 часов, добывая внутриигровую валюту. Казалось бы... Вау! Это не наказание, а рай. Сиди, да играй. Не, кстати, это не рай, это реально пиздец. Это просто пиздец. Только вот заключённые жаловались, что это одно из самых худших наказаний. Легче стругать палочки и стулья, чем сидеть 12 часов в виртуальных шахтах и майнить деньги, которые ты никогда не увидишь. Блядь, да, это на самом деле, ну, серьёзно, это пиздец. В Китае фарм виртуальной валюты приносит большие деньги. Выводя игровые деньги в реальные, Китай в 2009-м получил больше 2 миллиардов долларов. Что там происходит? Ебать, слушайте, вот Китай в этом плане просто красавчики идут впереди платежи. На данный момент точных сведений я не нашёл. Но, думается, заключённые фармилы никуда не делись. И между зубрёжками коммунистической литературы ходят в рейды на шахты WoW. Умри, умри и ещё раз умри. Realm of the Mad God. Даже такие простые ММО, как Realm of... О, да, я, кстати говоря, знаю эту игру. Прикольная. В своё время позадрачивал в неё. The Mad God. Ну, просто поставил херню себе, точнее. Которые разработчики точно описывают как многопользовательский шут-эмап, могут стать жертвой неприятных ситуаций. Механика игры такова, что вы начинаете играть за волшебника, копите уровень и славу, открываете новые классы и умираете. Каждый игрок в Realm of the Mad God когда-нибудь умирает. И это знаковое событие, поскольку смерть в игре пермаментна. Вас убили, теряете персонажа со всем лутом и опытом навсегда. Вернуть его нет никакой возможности, только начинать заново. И, естественно, в таких условиях игроки начинают вырабатывать тактики и стараться выжить любой ценой. Игрок, который набрал огромное количество славы из-за того, что долго не умирал, получал респект и обожение, и другие плюшки вроде покупки мощных предметов. Единственное место, где можно было расслабить булки в игре, был Nexus. Домашний хаб, где игроки могли закупиться перед вылазкой во внешний мир, пообщаться и обменяться предметами. Ну и, конечно, там, где есть оплот безопасности, всегда найдется хакер, который захочет этот оплот разрушить. И такой быстро нашелся под ником SwatSecOne. Хакер взломал игру и запустил в Nexus самую безопасную зону огромную толпу мощных монстров. Ничего не подозревающие игроки гибли пачками. Даже создав нового персонажа, игроки могли умереть через секунду. Десятки игроков потеряли своих персонажей, которых качали не один месяц. Могилы персонажей вскоре занимали весь игровой экран, и их становилось только больше. Сильные игроки старались помочь другим, расчищая Nexus от монстров, но их количество фактически не уменьшалось. А SwatSecOne хохотал, стоя на могилах игроков, и требовал у разработчиков круглую сумму, если не хотят, чтобы он прекратил. Разработчики отреагировали через некоторое время и просто забанили SwatSecOne, попутно решив ошибку. Тогда фанаты Realms The Mad God пребывали в трауре. Слишком много персонажей, ресурсов и времени было потеряно. А разработчики ничего вернуть попросту не могли. Хотя для некоторых игроков данная резня, наоборот, стала одним из интереснейших событий в игре. В любом случае, среди фарма... Бля, это пиздец на самом деле, что разработчики ничего еще вернуть не могли. Фанатов Realms The Mad God... Бля, просто жесть. SwatSecOne стал олицетворением всего зла на земле. И это еще не все истории, о которых я хотел бы... Ооо, чатик. Блядь, охуенно. Охуенно. Но вот наказание для заключенных Китая в виде фарма голды, это крайне крутая штука. И реально там можно сойти с ума. Мне кажется, у них там даже есть какие-то нормы, которые они должны выработать. Ну то есть ты не сможешь там, не знаю, тысячи голды принести, ну грубо говоря. Там наверняка есть какие-то нормы, которые должен выполнить, чтобы там не страдал хуйней и так далее. У разработчиков нет какого-то бэкапа? Видимо нет, видимо они решили вопрос таким образом с серверами или еще что-то. Ничего не сохранялось, когда убирали. Это кошмар, они ведь не ходят на БГ или в Инсты, просто рутина. Да, даже если бы они ходили на БГ, да, ой, даже если бы они ходили в Инсты, то есть, ну ты понимаешь, что они бы охуели. То есть я не знаю, это пиздец. Ну хотя, на самом деле, мне кажется, там не прям так все строго. Мне кажется, что людей, которых посадили за это, у них есть, ну какие-то там моменты, видимо, когда они могут там пострадать херней в игре. Мне кажется, это зависит от того, какой кап ты отрабатываешь. Там наверняка есть какие-то требования, там условно тысячи голды в день, ну грубо говоря. И ты типа тысячи голды сделал, и потом, наверное, можешь хуйней страдать. Ну может быть, это хотя и не факт. За невыполнение дневной квоты заработка виртуальной валюты следовало физическое наказание. Да, нихуя, это жопа. Это жопа тогда. Слушайте, если там, блядь, наказание за это есть.